Вот и довыпендривалась Индия, которая, подобно реке Эрдоганг, тоже пыталась течь во все стороны сразу. Но самое главное, что Индия при этом полагала, что Россия должна поставлять ей нефть почти уже бесплатно в связи с ее многовекторностью. Ну да, на каком-то этапе Китай просто перегнул все мыслимые и немыслимые палки в своей жадности и желании заработать на сложном положении России. И тогда вечный конкурент Китая, Индия, подшустрила и получила контракты на нашу нефть. А потом у индусов начались в голове вместо здравых мыслей какие-то национальные песни и пляски. И Китай быстро перехватил поставки на себя, слегка испортив Нью-Дели танцевальное настроение. В феврале текущего года китайские НПЗ увеличили объемы импорта российской нефти марки «Сокол» до 168 тысяч баррелей в день, превзойдя показатель января в три раза. Переход Китая на «Сокол» оказался положительным шагом в контексте имеющегося мирового рынка нефти. А вот Индия, ранее крупнейший покупатель российской нефти, стала отказываться от этого сырья из-за опасений возможных санкций. По крайней мере, так они это преподнесли. Хотя всем было понятно, что Индия просто хочет дополнительную скидку. Два года до этого на санкции США ей было как-то плевать. Вот это и открыло дверь для Китая, который начал резко наращивать импорт нефти марки «Сокол» и даже купил партию с дисконтом, близким к 59 центам за баррель, относительно марки «Айс Брэнд». Таким образом, Китай, приобретая российскую нефть, активно диверсифицирует свои источники поставок и укрепляет позиции на мировом рынке энергоносителей. Индия же, отказываясь от этого сырья, становится более зависимой от Ближнего Востока. Вот и ладушки. По крайней мере, арабы точно не обидятся на нас. Если мы заняли небольшую долю в Китае, то отдали им небольшую долю в Индии. Наше положение в ОПЕК от этого никак не страдает. А вот индусам надо было думать головой. В последнее время нарастает интерес к новому российскому сорту нефтесокол, который ранее не привлекал внимания китайских НПЗ из-за своей непопулярности и высокой стоимости. Однако теперь этот сорт стал ценен из-за скидок, которые он предлагает по сравнению с другими видами нефти. Интересно отметить, что не только китайские НПЗ проявляют интерес к этому сорту. Ранее появлялась информация о том, что государства Евросоюза активно приобретают российскую нефть. Это сделало объемы поставок нефти из Индии в Европу по-настоящему рекордными. Помимо этого, стоит выделить, что данная ситуация создает новые возможности и вызовы для мирового рынка нефти. Какие последствия повышенного интереса к этому сорту нефти могут возникнуть, и как это отразится на динамике ценной энергоносители – вопросы, требующие серьезного анализа и изучения. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова